Доброе утро! Сегодня у нас 14 каст из серии «Беседы о Библии». И сегодняшняя наша тема – это спасение и жертвы Иисуса Христа. Мы, как обычно, в последнее время вдвоем. Надеюсь, что присоединятся еще люди, вещать в нашем прямом эфире. Это Гузель Тазиева из города Салават и Вильстанкевич из города Решенцюм, Израиль. Да, вот у нас сейчас, прежде чем мы начнем, у нас есть несколько вопросов, которые мы обычно обсуждаем в начале Гузель. Так вот, вопрос о спасении, да, и есть формулировка, да, то, что если мы один раз приобрели спасение, то уже человек, рожденный свыше, не может его потерять. И на самом деле я искала в Библии слово «потерять спасение», и этого слова я не нашла. Но, тем не менее, в любом случае, я как-то уверена, что человек может потерять свое спасение. На основании чего, интересно? А? На основании чего? Есть в одном местописании, что можно, например, я тебя изглажу из книги жизни, да, вот я сейчас, если... И вот то, что мне особенно понравилось, это «Римлянам 11 глава». Там, в принципе, много можно чего читать, но вот 22 стих тут. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим и благость к тебе. Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Вот, иначе и ты будешь отсечен. То есть, если ты не будешь хранить Слово Божьего, да, то, что тебе даровано, вот, в частности, спасение даром, да, если ты не будешь это хранить, ты будешь отсечен. То есть, вот, если выше там читать «Римлянам 11 главу», там говорится о ветвях, которые, вот, допустим, мы привиты верой, и родные ветви, но которые не следовали закону Божию, они просто были отсечены. То есть, согласна, что слово «потерять спасение» нет, но, опять же-таки, есть много формулировок. Вполне возможно, что, допустим, «потерять» — это современное слово, но Господь может как-то по-другому говорить, да, «отсечен» и «сглажен». То есть, все равно я считаю, что человек, который не покается все-таки в свои греха, он может не попасть. Даже в будущий рожденный Слово. Если человек спасен, нет, ну, мы же уже говорили, если человек спасен, то он не может потерять свое спасение. Он спасен. То есть, если он рожден свыше, его сердце заменено сердцем блатяным, а не каменным, где законы Божии на нем написаны, как он может потерять спасение. Ну, опять же-таки, он может допустить в свое сердце грех, и в этом грехе не покаяться. Как? По своему собственному выбору он не может этого сделать. Потому что он ведомый духом святым. Как он может это сделать? Как он в сердце, в котором живет дух святый, как он может быть допущен грех? Как? По собственному выбору. Ну, вот хорошо, смотрите. Человек, рожденный свыше, да, приобретает дары. Помимо того, что всем дарующий дар такой, как и на языке. Он не приобретает, он их получает. Получает дары, да, дары. То есть, да, дары духа святого. И, предположим, у человека есть даже явные дары исцеления. Он в этом служит. Вот это такой примитивный пример, но который вот показывает такой, да. Предположим, служитель. И если у него, предположим, есть такой дар, как ораторство, или как дар исцеления, он в этом продвигается, и впоследствии говорит, что это не бог такой во мне двигается, да, сильный, мощный, а это я такой молодец. И начинает гордость потихонечку все больше и больше приумножаться в его сердце гордость. Вполне, ну, замечает он этого или не замечает, я вот не знаю, честно говоря, да, но я думаю, что замечает. Но он с этим не борется. И в итоге он может сказать, что, да что это за служители, показывает пальцем на других, да, они все там не это, они вот меня не почитают, я вот такой весь из себя духовный, вот через меня исцеляются люди, через меня люди спасаются, и все такое, да, смотря в чем он продвигается. Ну, бог-то видит сердце, да, и он его не поднимает, и в то же время гордость приумножается, и приходит в его сердце ожесточение, потому что он ищет славы не божьей, а человеческой, а в церкви все меньшее замечают, да, и он уходит из церкви, говорит, что эта церковь неправильная, предположим, и живет сам себе, и сам себя обманывает, что он живет с Богом и весь такой духовный. В итоге что? Вот он теряет свое спасение или нет? Нет. Если это твоя теория сейчас следует, то все православные и католики давно уже потеряли свое спасение. Почему? Ну, потому что и там, и там чистые воды идолопоконство одно сплошное. Все против законов божьих. Что в православной церкви, что в католической. Ну, я не знаю, как православные, я не слышала, потому что, насколько вот я знаю, да, что мало говорится о рождении самого человека. Как-то это все обходится. То есть на этом не делается акцент, вот поскольку я ходила сама. Может быть, я не слишком долго общалась со священнослужителями, с православной церковью. Но о рождении свыше мало что говорится. Потому что православная церковь – это то, что было, ну, самая первая церковь, которая была, это ортодоксальная, так называемая, церковь, или как она в России называется, православная. Она верит в то, что вот это вот макание в тазик на восьмой день со святой водой – это есть получение завета, то есть честное церковное завет в этот момент, вместо обрезания. И все, ему больше ничего не надо. А он может еще каждый год поехать на какую-нибудь речку, там, в которой выкакают в крестообразной форме купель 19 января, и помакаться туда. Ты раз перекреститься, и все, как бы, у него все грехи выпрощены. И там не идет речь о рождении свыше. К сожалению. Там идет об искуплении грехов. И точнее, даже вот сколько я слушала, вот недавно только буквально в салон сидела, и, значит, тоже зашел разговор, что все туда купаются для того, чтобы даже не из грехи себя смыть, а чтобы оздоровиться. Это полезно для здоровья. Вот поэтому все туда макаются. Там, поэтому и всяким иконам там поклоняются, и свечки ставят то одной матрёне, то другой матрёне, то еще кому-то. То есть там, как бы, вот этот вот анекдот, когда мужик пришел, весь такой обколотый в татуировках, с таким хайром, там борода у него, триста восемьдесят пирсингов, там такой в кожаной жилетке, такой обтянутый, как в таких сапожищах ковбойских, в церковь. И ему там один подходит, ты не так одеет, сюда так нельзя заходить, другой там, ты не так молишься, ты не так стоишь, ты не так тонет. Это он ему надоело, он вышел, стоит на улице, курит. К нему кто-то сзади подходит, что говорит такой гусный, говорит. Тут поворачивается, перед ним Иисус стоит. Говорит, да вот меня, говорит, в церковь не пускают. Говорит, да не беспокойся, нет, да давно уже не пускают. Там давно уже как бы вот Иисус отошел на второй план. Там вот Богородицу, иконы всякие, батюшку почитают, ну все, все что угодно, только не Иисуса Христа. Но прикрываются именем Иисуса Христа. Я напомню, что крестовые походы, которые унесли жизни миллионами и миллионами, инквизиция, да, все было именем Христа. То есть вот как бы 22, был второй стих 7 главы, по-моему, 22, 21, сейчас я найду. 7 главы Евангелия от Иоанна и от Иоанна Матфея написано. Да, 21 стих. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, не исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда, у тебя микрофон мне фонит, и тогда объявляю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, тут дальше идет объяснение, при каких условиях, да, человек может попасть в Царствие Небесное, да, и так всякого, кто слушает слова мои и не исполняет их уподоблю, слушает слова мои и исполняет их уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и раздлелись реки, и подурь ветры, ну и так далее. Мы все знаем это местописание. То есть, да, будут люди, которые будут говорить, что мы именем Иисуса, но они не рождены свыше, они не спасены. Давай мы будем говорить о том, что такое спасение. Спасение, вот как раз об этом я сегодня хотел говорить, да, я сейчас свою, как бы, точку зрения выскажу на эту тему, а потом мы пообщаемся уже по поводу вопросов, да, вот с чего все началось. Очень важно понимать. Бог создал райский сад, да, Эдемский сад, в котором было все, было все вообще, вот все хорошее. Он создал человека, который управлял всем этим, от его имени, да, и создал ему зверей, птиц, ну вот давайте возьмем, как в Евангелии почитаем, написано, вернее, Библию, да, и написано, первая глава бытия, из 27 стиха, «И сотворил Бог человека по образу своему подобию Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, присмыкающимися на земле». Дальше, вторая глава, 15-17 стих, «И сказал, и взял Господь человека и поселил его в саду в Эдемском». То есть сделал он его не в Эдеме, он сделал его, вернее, не в саду, он сделал его где-то в Эдеме, где-то в раю, где-то в своем царстве, он его сделал, а поселил его уже в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И вот это была как бы программа Бога, чтобы человек, созданный по образу и подобию Божьему, правил в Царстве Божьем от имени Бога и получал все блага этой жизни. Вот то, что была программа создания человека. Теперь, человек был создан по образу и подобию Божьему, правильно? Это значит, что он должен был жить вечно. То есть, если он по образу, он должен был жить вечно. И вот это познание добра и зла, то есть греха и негреха, не должно было касаться его вечной жизни. Он должен был жить вечно, как Бог, и править вечно этим миром. Скорее всего, они бы плодились и размножались, и все жеребы вечные населили бы землю, в вечной жизни, рядом с Богом, в присутствии Божьем. Но дальше написано, что змей был хитрее всех. Читая дальше Библию, то есть Библия на самом деле, это плюс ко всему еще и художественное произведение, но так художественное произведение, как Бог пишет, никто не может писать, поэтому мы прослеживаем один сюжет. Если из этого сюжета вытряхнуть какие-то определенные моменты, которые касаются спасения, которые касаются Мессии, то вся Библия теряет смысл. Это просто будет набор всяких историй, непонятно о чем написано. Поэтому мы сейчас считаем, что змей был хитрее всех. Третья глава как раз с этого начинается. Очень интересно. Глава, в которой происходит развязка всего. Две главы, как все классно, и третья глава, как все испортил один змей. Написано, змей был хитрее всех полевых. Зверей, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте, ибо, ну и не прикасайтесь с ним, ибо, чтобы вам не умереть. Смотрите, что дальше происходит. Сказал змей жене, нет, вы не умрете, но Бог знает, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и будете как боги, знающие добро и зло. И жена увидела, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз, и вожделенно, и потому, что дает знания, и взяла плодов, и ела, и дала даже мужу своему, и он ел. И открылись глаза у обоих, узнали, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Три стиха, которые рассказывают нам, как был совершен грех, почему он был совершен, и что произошло после него. То есть, был соблазн, что от вас что-то скрывают, от вас что-то скрывают, и вы, если хотите быть как боги, то вам нужно съесть от этого дерева, иначе вы не познаете, что такое добро и зло, а то они же знают, что такое добро и зло, а вы не знаете. Дальше написано, что жена, вот это, ну, в смысле, тогда еще у нее не было имени, а жена попробовала это, вернее, сначала увидела, что дерево хорошо для пищи, да, то есть, ну, оно и было хорошо до этого, но был запрет, от него есть нельзя. И она увидела, что это вообще все теперь идеально хорошо, да, это напоминает нам мирские всякие удовольствия, которые мы получаем, что все классно, теперь еще и этот запрет сняли, теперь все понятно, почему нельзя его кушать, и оно приятно для глаз, особенно притягивает, мирские удовольствия притягивают, потому что они такие все из себя красивые, блестящие, гламурные и так далее, и вожделенно, то есть, мне хочется его, что я буду, собственно, стоять в стороне, да, если оно есть, что бы его не попробовать, и дает знание, то есть, если я это попробую, я буду знать, что это такое на самом деле, то есть, вот чистая картина греха, как человек впадает в грех, и взяла плодов его и ела, да, а дальше дала также и мужу своему, и он ел, то есть, фактически получается, что мы всегда, если что-то, в чем-то грешим, мы постараемся кого-то еще к этому делу протянуть, просто с чувством коллективизма, да, что мне это, видишь, мне все хорошо, я попробовал, и не умерла, и все в порядке, и дальше написано, открылись у них глаза обоих, и узнали, что они наги, то есть, что это значит, что в чем аллегория вот этой ноготы, аллегория ноготы в том, что ногота это грех, и узнали, что они грешны, и сшили листья себе, и сделали опоясание, почему опоясание, потому что они во всем друг с другом похожи, да, но у них отличаются, будем так говорить, внешние половые признаки, и они увидели разницу вдруг между собой, увидели, что смотреть на это нельзя, то есть, фактически, и дальше мы видим и в рассказе о Ное, и уже в даровании Торы, что нельзя открывать ноготу ближнего своего, причем там говорится только о сестре, о жене, вернее так, о жене, об отце, о жене отца, об отце, и, по-моему, о матери, как бы вот это есть, да, то есть не увидеть греха, мы не можем видеть грехи других людей, других людей, и вот здесь, в общем-то, вся суть греха и проявилась, но у этого есть еще и последствия, дальше, если мы чувствуем, что мы в грехе, да, если мы чувствуем, что мы грешны, то мы можем при этом, при всем понимать, стыдиться этого, не бывает такого, что человек делает грех, и он не стыдится, например, если бы люди не чувствовали, что прелюбодеяние это грех, они бы не скрывались с чужими женами, там, по разным гостиницам, машинам и так далее, если бы они знали, что кража – это не грех, они бы не делали это среди ночи, в темноте, в тайне от других, они просто приходили бы и забирали, если бы они знали, что убийство – не грех, то люди бы убивали, оставались бы на месте, говорили, о, посмотрите, как классно, я его убил, супер, да, то есть люди чувствуют, что то, что они делают, это грешной, поэтому они стараются это скрыть, вот этими самыми опоясанными, но отсюда, в общем, и появилась такая, такая пословица, что это всего-навсего фиговый лист, да, вот фиги – это как раз те самые смоквые, что это, что-то, то, то, чем мы прикрываемся, это просто чисто фиговый лист, потому что он слетит и все откроется, то есть это не то, что может что-то скрыть, поэтому вот этот грех, который у них был, они его почувствовали, что они что-то не так сделали и стали скрывать этот грех друг от друга, и дальше у них появилось еще внутреннее чувство стыда, потому что написано, что они были, они же где были, в райском саду, кроме этого райского сада, там же никого, кроме них, в этом райском саду никого не было, кроме них и Бога, они знали, что если там еще кто-то ходит, то это Бог, и вот они, вот дальше написано, что и услышали они голос Бога, ходящего в раю во время проклады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями, да, то есть они услышали, что-то, что-то идет, да, что-то там, что-то произносит, что-то, они поняли, что это не слон, не тигр, там, не динозавр какой-нибудь, не ящер пролетает, это Бог идет, они поняли, что идет Бог, сказал, хотите жить в моем присутствии, вот вам все даю, либо вы соблюдаете, либо до свидания, умираете, но, сказал им collection товарищ змей, что они не умрут, они попробовали и не умерли, но они не знали, что такое смерть, хотя, наверное, и знали, потому что, если бы они не знали, что такое смерть, Бог бы не говорил, вы там умрете, Он бы сказал нам, вы исчезнете, или вас не станет, там, и так далее, он сказал, вы умрете смертью, и они съели, увидели, что смертью они умерли, набрали сил, вот как атеисты сегодня. О, видишь, я же там вот то сделал, это сделал, если у меня ничего не происходит, да? Сейчас мы до этого доберемся. Но вот они как бы получили еще придачу добавок сил и сказать Богу, что то, что они ему сказали, но при всем при этом они его боялись, потому что они знали, кто их создатель. Аналогия с детьми. Если дети чего-то натворили дома, и они знают, что это плохо, они будут прятаться, они будут там нарочито улыбаться, они будут там и сюсю, и мусю. Мы точно знаем, что если вдруг что-то изменилось в поведении ребенка, значит, он что-то натворил. То же самое происходит с животными. Если у нас собака или кошка, в доме что-то натворили, они обязательно будут там что-то изображать из себя такого невинного совершенно существа. Так вот, идет Бог, и они от него скрылись, и Бог возвал к Адаму и сказал ему, где ты? И он сказал, голос твой услышал я в раю и убоялся. Потому что я наг и скрылся. То есть, иными словами, он говорит, я услышал, что ты идешь, и я постыдился, потому что я совершил преступление, и поэтому, чтобы меня не уличили, я скрылся. А Бог сказал, кто тебе сказал, что ты наг? И не ел ли ты с того дерева, с которого я запретил тебе есть? То есть, ну, Бог как бы здесь пошел навстречу Адаму и сказал, я-то, конечно, знаю, что ты от него ел. Это понятное дело. Иначе бы я не был Богом. Но ответь мне правду. Ел или нет? И в этом случае, как бы, для чего Бог это спросил? Не для того, чтобы поставить Адама перед фактом, я все знаю, я все видел, и предвидел это заранее, еще до создания мира. А Бог говорит, не хочешь ли ты покаяться? Другими словами, да? Не хочешь ли ты раскаяться в своем грехе и попросить прощения? А Адам, будучи грешным, и слыша такой вопрос, возомнил себе, что Бог не знает, что он съел от этого дерева, и решил еще и другого обвинить, причем другого обвинить вилкой, что называется, да? Я обвиню тебя за него. И говорит, это жена, которую ты мне дал, то есть ты мне вот такую дефектную жену дал, которая пошла, сорвала плод и меня накормила, значит, кто виноват? Ты такое дефектное создание создал. Да? Но он же забывает, что мы предварительно читаем, что плоть от плоти моей, кости от кости моей написано. Но создал-то Бог, и он его обвиняет. Ты такой дефект произвел, так я же не виноват. А жена, когда услышала, говорит ему, ах ты вот так вот со мной, да, ну хорошо. И говорит, это не я, это змей, опять же, которого ты создал, другими словами, да? То есть мы все, они все время переводили стрелки на Бога, что ты виноват в том, что все это происходило. До сих пор куча народу обвиняет Бога в том, что была война, было то, было это, было пятое, было двадцатое. Но я возвращаюсь опять к нашему прошлому разговору, что когда сатана испытывал Иова, он написано, послал огонь с неба и сжег огонь, там, имение его, искот его, и шатры его, и так далее. Но раб, который видел это все, он сказал, Господь послал огонь с неба и сжег все. То есть мы же не знаем, что происходит за кулисами, но Библия нам рассказывает, как оно происходит с самого начала. И мы читаем в послании Якова, что Бог сам не искушается злом и никого не искушает. Бог делает только то, что он задумал изначально делать, а все остальное выбирает человек. И в данном случае Адам выбрал поесть у Евы, взять этот плод и поесть, причем он же видел, что это другой плод, не такой, как он есть всегда, ну или как минимум такой плод, который растет на запретном деле. Он мог спросить у нее, откуда это? Она же ему не сказала, откуда это. А если и сказал, сказал, смотри, ну я же съела, я же живая, и ты покушай. Не то, что она его не любила при этом и хотела его там отравить или убить. Нет, она из чисто добрых побуждений. Со мной, видишь, все в порядке, поэтому покушай и ты, и с тобой будет все в порядке. Я тебя люблю, вот я тебе принесла такой вот плод. потом, когда все это произошло, выбор человеческий был какой? Сказать, извини, Господь, все, я больше не буду, вот согрешил, да, что мне теперь сделать, чтобы исправить свои ошибки? Он сказал, нет, ты создал дефективный продукт. И этот продукт пришел и меня соблазнил. Это все не из-за нее и не из-за меня, это из-за тебя. Жена сказала то же самое, это не из-за меня, а и не из-за тебя. Ты такого змея создал. Окей? И вот отсюда все началось, отсюда пошел грех. Дальше прозвучал приговор, да, что Бог проклинает и землю, на которой будет Адам работать. Бог проклинает и все человечество в их лице, потому что они нарушили завет с ним. Бог проклинает все дела, которые будут делаться на этой земле. и земля это проклята Богом и изгоняет из райского сада Адама и говорит ему, вот смотрите, там очень интересные слова. Мы еще раз говорим, что он был создан по образу и подобию, да, Адам был создан по образу и подобию Бога, но в приговоре, что говорит Бог, да, и сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, это проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, вражду положу между тобою и между женою, тогда еще у нее не было имени, у Евы, да, и между семенем твоим, то есть между всеми, кто наследует вот все, что ты делаешь, всеми это наследие, да, то есть по тем временам, слово наследие, это было все, если там папа был плотник, да, то и сын его будет плотник, и внук будет плотник, и там все остальное, если папа животновод, значит, они будут все подряд быть животноводными, все наследуешь, и все действие свое ты наследуешь, и все имущество, Так вот, говорит, что я положу вражду между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее, да, то есть между наследием, и он говорит, причем совершенно конкретно, что отомстить тебе именно за то, что ты соблазнил женщину, ее наследство тебе и отомстит, и я с помощью него с тобой покончу. И говорит, он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. То есть понятно, что когда змея жалит человека, это смертельный удар, да, после того, как змея ужалит человека, ядовитая змея, да, это смертельный удар. Но и размозжить голову змею, это тоже смертельный удар. То есть умереть должны оба. Умереть должны оба. И, то есть, Бог этим самым предсказывает, что с помощью вот этого вот действия, которое я совершу в результате, потомство, которое произойдет от женщины, от женщины, тебя с тобой покончат. Вот. И причем это сделаю я. Теперь, может ли, мы знаем, да, что дьявол, ну, дьявол это ангел, да, ангел он гораздо сильнее, чем человек, хотя они по Библии, судя, ниже рангом в глазах Бога, чем люди, да, потому что ангелы у нас учатся, как поклоняться Богу. Ангелы-то Бога видели, им не надо доказывать, что он есть. И ангелы учатся у нас, у людей, которых Бога не видели, и поклоняются ему, и служат ему доброй совестью. Так вот, змей понимает, будучи воплощением сатаны, он понимает, потому что он был, он знает, с кем он имеет дело. И он понимает, что в конце концов ему наступит конец, и он понимает, что Бог должен вмешаться в этот процесс. Он понимает, что наследником этой самой женщины может быть кто-то, кто рожден с одной стороны женщины, с другой стороны самим Богом. То есть Бог должен принять участие в зарождении жизни в этой женщине. Но он знает и другое, что Бог не может, и Святой Дух не могут быть в местах оскверненных. И поэтому дальше начинается вот этот процесс осквернения женщин. Да, мы о нем как-то уже говорили, когда сыны Божьи начинали приходить и брать в жены себе женщин и таким образом осквернять их. Да, то есть он начинает быстро-быстро-быстро действовать и начинают рождаться вот эти вот мутации, которые написаны, что никогда не были детьми Божьими. Так вот, сейчас вот в этот момент зарождается два направления действия. В этот момент зарождается направление действия греха для того, чтобы полностью завладить всем этим миром. Там, где проклято, там как раз хорошее место для жизни сатаны, потрясающее место, и он там живет до сих пор, и этим миром властвует до сих пор, но время его коротко. И завершается второе действие, это программа искупления, в которой Бог, как властелин всей вселенной, сказал змею, ты можешь делать все, что хочешь. Вот делай, что хочешь, но я сделаю вот так, вот так и вот так, и ты умрешь. А теперь делай, что хочешь. И сатана это знает, и он знает, что время его коротко, и он борется за каждую душу, и он борется за каждого человека. Так вот, что самое интересное, что когда Бог создавал человека, вот как бы мы это просматриваем на протяжении всей Библии, это была как раз первая глава бытия, я чуть-чуть вернусь назад, мы уже читали это, да, и сотворил Бог человека по образу своему подобию Божию, и сотворил его мужчину, и сотворил их, и благословил их Бог, да, то есть он дал им благословение. Дальше во второй главе бытия написано о том же самом, когда идет краткое перечисление того, что Бог сделал, написано, и создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую. То есть на тот момент было прямое соединение Бога и человека через вот это вот, через это дуновение Духа, да, Духа Святого. И что происходит в конце, когда был засчитан приговор, происходит изгнание, и написано в 3 главе 20 стиха, «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих на иврите Тахова, и сделал Господь Бог Адаму и жене его кожаные одежды и одел их». Да, то есть откуда появились кожаные одежды? Понятное дело, что кожаные одежды появились не с ней, не с магазина Дольче и Габбана. Они появились, ну нужно было какую-то животную порезать, а может быть даже двоих, скорее всего двоих, для того, чтобы принести их в жертву, пролить их кровь, для того, чтобы сшить им одежды. Да, то есть фактически смерть состоялась, Бог исполнил то, что Он и сказал, но смерть состоялась у животных, не у людей, да, потому что Он не мог убить свое творение, иначе бы Он доказал всем своим ангелам, что, ну, я просто Бог, потому что я вот могу взять и убить. А я Бог, потому что люди покаятся в конце концов, они раскаются. Почему Сатана не может покаяться? Потому что ему не в чем каяться, он видел Бога, он видел все его творения, при нем создавался мир, а потом он раз и возгордился, и теперь нет ему прощения. Сатана не может покаяться. Даже если он сейчас скажет, все, прости, Господи, я никогда больше не буду, там, кто-то скажет, вот, ты видел, ты знал, зачем ты это сделал, соблазнил, все. Люди не знали, не видели никогда, кроме Адама, никто не видел Бога живым, ну, в живую, в смысле, лицом к лицу, да, никто не видел. И поэтому не может, даже Адам не может покаяться. Адам не мог покаяться после изгнания из Рая. В раю еще он мог покаяться, но после изгнания не мог. И очень интересный момент, когда Бог изгоняет Адама из райского сада, он говорит следующие слова. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло». Что значит знать добро и зло? Знать добро и зло – это значит четко различать, где грех, то есть куда нельзя, и где не грех, где повиновение Господу. И дальше он говорит, что «И теперь, как бы он не простер руки свои и не взял так же и от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». То есть, что говорит Бог этим самым? Что не может человек грешный, не покаявшийся, жить вечно. Вот где обетование вечной жизни. Человек грешный, не покаявшийся, не может жить вечно в присутствии Божьем. Да, и поэтому, собственно говоря, дальше написано «И выслал его Господь Бог из Эдемского сада, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил у востока и у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». То есть, фактически, никто не может жить вечно в присутствии Божьем, пока он не покаялся. Я хочу просто прочитать, чем все закончится, чтобы мы знали, что все будет в конце хорошо. Откровение, 22 глава, 21 глава, с 10 стиха, там как раз описывается Новый Иерусалим. Я не все буду читать, я вот часть прочитаю, только спасенные народу будут ходить во свете его, имеется в виду во свете Агонца, и цари земные принесут в него славу, и честь свою, ворота у него будут запираться днем, ночи там не будет, там написано, что Бог будет сам солнцем, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агонца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога Агонца. Среди улицы его по ту и другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды и дающие на каждый месяц плод свой, а листья дерева для исцеления народов, и ничего уже не будет проклято, но престол Бога Агонца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Не узрят лице его, имя будет на челах их, и ночи не будет там, и будут не иметь ни нужды в светильнике, ни в свете солнечном, и Господь Бог освящает их и будут царствовать вовеки веков. То есть программа Бога, она ведет нас обратно к тому же самому, что было в первой и второй главе бытия, когда есть древо жизни, когда есть присутствие Божие, и там все это происходит. Только раньше мы не знали, кто этот Бог... То есть когда мы читаем Евангелие, мы видим, что в русском языке он Бог, Бог один, а в иврите там все написано во множественном числе. Боги, потом дальше мы читаем, создадим по образу и подобию нашему. Когда идет в Вавилонской башне, он говорит, сойдем и перемешаем. То есть есть как минимум сущности, есть как минимум две, если они говорят во множественном числе друг в друга. И поэтому мы знаем, что вот те, кто не могут проглотить троицу, говорят, какая троица там и так далее, вот она троица. Она изначально говорит, Бог один. И когда провозглашает Моисей, слушай, Израиль, Бог наш, Бог един, он один, единственный, другого не бывает. Окей? Но именно в данном случае мы видим, что есть три сущности. Бог, который всеобъемлющий, его никто не может увидеть. Потому что как только мы увидим Бога, мы можем его измерить, себе представить, мы не можем себе представить. Как мы не можем представить себе Вселенную, потому что вся Вселенная в нем, и он в ней. Но есть Дух Святой, который мы чувствуем и ощущаем, мы вводимый этим Духом. Это то самое, что не дает нам грешить, которое останавливает нас перед верхом, то, что обличает нас. И есть Сын Божий, который называется Сыном Божьим, хотя я не знаю, почему он называется Сыном Божьим уже сейчас. Он уже давно обрел все, что есть у Бога. Он сидит одесной у Бога, дохода не положит всех врагов к ногам его. То есть в тот момент он уже станет Богом и правителем. Да, он станет равноправным Богу, равноправным Богу сущностью. Но в отличие от Бога и от Духа Святого, он может явиться нам в облике. Дух Святой мы не можем видеть, Бога самого мы видеть не можем, но Агнец, о котором здесь идет речь, то есть Иисус, о котором мы говорим сейчас, хотя он появлялся на земле в обличии многих людей, но в данном случае мы будем видеть его уже как человека, которого мы видим, то есть сущность, которую мы видим. То есть облик какой-то, лик, который мы можем различить, отличить от других. И в его присутствии мы, собственно говоря, и будем жить. Вот, собственно говоря, такая вот программа искупления. Теперь в процессе между тем, что произошло там при изгнании Адама с Евой из райского сада, и вот этим моментом, когда мы будем ходить в вечной жизни, и листья, древо жизни будут для исцеления всех народов, должны были пройти какие-то события. И эти события должны были подвести людей к разным вариантам искупления. То есть, например, люди могли покаяться еще, ну, евреи имеется в виду, когда выходили из Египта, они могли покаяться еще там, на горе Синай, и не создавать себе этого золотого тельца, и не создавать себе ничего. Но мы видим, что сатана, как только появляется вероятность того, что вот-вот закончится его царство на этой планете, в этом мире, он тут же начинает действовать, потому что он хочет продлить свои дни. И он подсказывает Аарону, что нужно создать... Ну, до этого давайте возьмем. Он подсказывает Ною, что нужно напиться, раздеться. Он подсказывает Хаму, что нужно увидеть на готу отца своего. Он подсказывает Авелю еще до того, что нужно убить своего брата. Он подсказывает людям, которые окружают Ноя, что нужно над ним смеяться, ну и так далее. То есть разные совершенно варианты искупления предлагает себе, предлагает людям Бог, но они от него отказываются. И Бог избирает народ, которые являются потомками Авраама. Авраам тоже, будем так говорить, не стопроцентный праведник, но ему вменилось в праведность то, что он поверил Богу. Потому что Авраам как бы поверил, поверил, то он поверил, но при всем при этом он решил Богу помочь на всякий случай. Да, там Ишмаэля, да, Измаила нам сделал на нашу голову. Так вот, при всем при этом Бог говорит, я обещал Аврааму, я обещал Исааку, обещал Якову, я хочу это обещание исполнить. И вот потомки Якова, тогда уже Израиля, стали для него, как Бог сам говорит, царством священников и народом, избранным из всех народов, чтобы стать царством священников для всех народов. Но священник должен быть освящен, да, то есть он не может быть осквернен ничем. Они постоянно занимались вот то идолопатмонстом, то чуждый огонь в храм внесли, то еще что-нибудь. Но обратите внимание, что, опять же, мы говорили об этом в прошлый раз. Например, дети Аарона, которые внесли, были священниками в храме Божьем, они внесли чуждый огонь, не тот, который Бог сказал им принести. И Бог им не дал впасть в этот грех, он их просто убил. Там же на месте. Потому что он не может отдать души покаявшихся и спасенных обратно дьяволу. Так не бывает. Поэтому это еще одно подтверждение тому, что человек, который реально спасен, то есть предызбранный Богом. Кстати, Бог знал заранее, кто будет спасен. Он и сейчас знает, кто был спасен. Я проповедовал на эту тему в прошлый раз в церкви. Есть моя проповедь на сайте, когда Иисус рассказывает о притче о Сеятеле. И в этой притче о Сеятеле он говорит, что они глазами своими видят, почему ты притчами с ними говоришь? Чтобы они глазами своими видели, смотрели, но не видели. Чтобы они ушами своими слушали, но не слышали. Чтобы они не обратились просто так. И я не простил им грехи наши. То есть он не хочет, чтобы они обращались просто так к Богу, и он прощал им грехи их. Он хочет, чтобы они спросили, как и его ученики, что это значит. Потому что Богу очень важно, чтобы мы понимали до конца, какие условия пребывания в Царстве Божьем. И поэтому Иисус говорил им все это притчами, для того, чтобы оставались и принимали его учения только те, кто говорили, как дети. А что это? А почему это? Чтобы они спрашивали. Чтобы они говорят, а, да, я понимаю, да, зерна, да, круто, птицы, камни. Нет, такого нет. Он говорит, спросите меня. Я вам точно расскажу, о чем идет речь. Не спросите. Даже если будете поднимать руки вверх и называть меня Господи, Господи, я скажу, я не знал вас никогда. Подойдите ко мне и спросите меня о моих правилах в моем Царстве. И я вам расскажу. А так просто говорите, а, да, у вас там все круто, весело, я к вам хочу, да, давай. Не, не пойдет. Не пойдет. Поэтому притчами. И когда уже настал последний, как бы вот последний вариант искупления, Бог посылает сына своего, да, то есть он становится, он становится человеком на период 33 лет жизни своей. Становится человеком, то есть он рождается от жены, от женщины, как и было предсказано в бытие 3 глава 14 стих, от женщины, в которой написано, она не знала мужа, она была потомком, и она была, и Иосиф были потомками Давида, она и Иосиф были потомками первосвященников. С другой стороны, потому что написано, что власть, ну, в царствующий будет и священником, и царем одновременно, чего быть не могло вообще априори. Потому что это разные колена, они могли властвовать, колено Иуды могло властвовать, колено Леви могло быть священником, да, поэтому должно было быть что-то вместе. И Бог вмешивается в естественный процесс зачатия. Архангел говорит, ангел говорит Марии, что зачнешь ты от Святого Духа. И она не сказала ему, не-не-не-не, не надо, не надо, я не хочу Святого Духа, хочу, вот у меня вот Иосиф есть, она просто спросила, как это будет? И ей, значит, ангел все объяснил, и все, она смирилась. И опять же, я думаю, что она оправдана именно только тем, что она смирилась и поверила. Да, вот как Авраам поверил Богу, так и она поверила словам Божьим, которые принес ей ангел. И в этом ее оправдание. Бог не очищал ее, потому что она была такая же грешница, как и все остальные. Мы все рождены грешниками от начала, нет ни одного рожденного праведности, потому что мы рождаемся по плоти. Она была такой же грешницей, но она была, видимо, сосудом, который Бог избрал для своих высших служений, и именно с ней это произошло. Причем, что происходит одновременно? Одновременно с этим происходит рождение и пророка, который предрекает приход Мессии, это Иоанн Креститель, который рождается от двоюродной сестры, от двоюродной сестры Марии, которую зовут Элишева, или как ее в русском варианте называют Елизавета. Она рождает ему двоюродного брата, который является сыном первосвященника, который не несет службу в храме, он удаляется к Есеям, то есть он удаляется вообще в Кумран, куда-то там, и живет там в пустыне, ведет вот такой вот образ жизни, который просто отвергает этот мир, является пророком, и Бог выбирает именно этого человека пророком пришествия Мессии. Причем даже сам пророк не верит, что это Мессия, он присылает своих учеников и говорит, спросите у него, тот ли это. И он говорит, ну, сами расскажите, придите, мертвые воскресают, прокаженные, стеряются грехи, прощаются. Кто я? Мессия или нет? Потому что все тогда знали, что это может делать только Бог, больше никто, особенно воскрешать мертвых. И вот эта вот последняя стадия, как бы, испытания, которые возлегли на людей, это испытание Мессии. Поверят ли они, реально ли они верят в Бога или нет? Потому что послали вам человека, который обладает стопроцентными качествами человека. Да, мы видели, что он обижается, что он злится, что он плачет, что он сердится, что он голодный, что он хочет спать. С другой стороны, он стопроцентно Бог. Он обращается к Отцу своему и воскрешает мертвых. Он исцеляет прокаженных, он прощает грехи, он снимает слепоту с глаз. И Бог говорит, ну, хорошо, ну, сейчас я вас проверю хотя бы, вы вообще верите в меня или нет. Вот вам, пожалуйста, сущность, которая среди вас обитает, написанная, свет жил среди тьмы, но тьма не приняла его. И Бог говорит, вот вам, и они его не приняли. Они его не приняли. Но Бог знает точно одну простую вещь, что даже если бы они его приняли, если бы сейчас все евреи сказали, точно, это же Мессия, которого нам обещали еще Моисей, который, как Андрей сказал, да, мы нашли того, кого написано у Моисея и в пророках, и сказали, да, точно, им нельзя было допустить того, чтобы его кровь не проглазилась. Они должны были все равно предать его на смерть, они должны были все равно принести его в жертву, потому что только кровью, как мы читали в самом начале книги Бытия, можно искупить грехи человечества. они могли его там, скажем, ну, может быть, не отправлять на мученические какие-то, на мученическую смерть, но на смерть точно, потому что он должен был пролить кровь, причем на смерть не через повешение, а именно с пролитием крови. Потому что он пришел сюда, чтобы принести одну последнюю жертву милостивления и пролить кровь за все человечество. И его кровь должна была упасть на землю, чтобы смыть с этой земли проклятие, которое Бог проклял ее еще признание Адаму. Евреи не могли сказать, не-не-не, это наш Мессия, это наш Бог, не убивайте его, не-не-не, это не могло быть. Ой, ничего себе, если бы они это сделали, Бог бы еще сильнее на них прогневался. Адамон сказал, вы вообще не верите в то, что я вам говорю. Они должны были пролить его кровь. И они это сделали. Так или иначе, часть из иудеев уверовали в Иисуса. И очень много еврейской общины, которая была в диаспоре тогда еще, Эфес, Рим, Галатия и так далее, это были еврейские общины. И там было очень много верующих в Иисуса. Это были первые церкви домашние. И после пролития крови Бог явил всю славу, все сказал, все показал, что было написано до этого в пророках его Моисея, что три дня пройдет, через три дня он воскреснет, и что через некоторое время после этого будет разрушен второй храм, то, что он предсказал через Даниила. И то, что воскресением этим он дарует вечную жизнь всем, кто верит в него, что те, кто в него поверят, как воскресил Бог Сына Своего, написано, так и нас воскресит в последний день. И вот это является спасением. Но цена этого спасения была очень дорогой. Мы должны помнить, что это не Бог висел на кресте. На кресте висел человек. И этот человек сначала был избит плетками с вот такими вот крючками металлическими, которые просто заживо разрезали его кожу. И он был весь... У нас одна царапина на пальце, у нас вся рука болит. У него вся кожа на теле была изрыта этими шрамами и порезами от этих крючков. И он, скорее всего, ему ни пить, ни есть не давали. И он еще нес этот крест свой во всем этом состоянии. Плюс к нему вбили в самые центральные нервные стволы вбили гвозди, на которых он провисел почти шесть часов. И это еще очень мало, кстати, шесть часов. Обычно такая смерть продолжалась где-то около суток. Особенно, если это были не евреи. Евреев не разрешали больше суток держать. Потому что написано по еврейским законам, что нельзя, чтобы человек, повешенный на древе, висел после заката солнца. И поэтому он умер до субботы. Поэтому ему разрешили снять и не переломили ему ноги, потому что всем остальным нужно было ноги переломить, чтобы они не сбежали никуда при снятии из креста. И, в общем, это спасение было очень дорогой ценой. Человеческие жертвы принесено. И даже будучи, вот еще одно подтверждение того, что он был до конца человеком на сто процентов и претерпел все, поэтому он нас и понимает сегодня, как написано Пауле. Это последние его слова. Ави лама завахтани. Почему ты принес меня в жертву, отец? И после этого испустил дух. И вот это вот подтверждение того, что спасение было все-таки очень дорогой ценой. И благодаря этому, тому, что это капля крови, которая упала на землю во время распятия, вот благодаря этому все наши грехи, все наши проклятия, всех людей верующих, всех людей не верующих на этой планете были взяты на крест, снесены в ад, приготовлены там для сатаны, а сам Иисус воскрес, будучи абсолютно чистыми, сел в роде сною Бога, то есть по правую сторону от Бога, от престола, то есть это, ну, первый наследник садится всегда с правой стороны, по правую руку. И мы не являемся его вторыми наследниками, мы являемся со-наследниками, то есть мы наследуем абсолютно то же самое, что наследует Иисус, потому что мы его братья по своему, по своим делам на земле, но мы, как сообщество, как церковь, являемся невестой Иисуса, а невеста – это будущая жена, а жена наследует абсолютно все то же самое, что наследует и сам жених. То есть каждый из нас наследует какую-то часть в этом наследстве царства Божьего, но вся церковь наследует абсолютно все то же самое, что наследует Иисус, то есть жизнь вечную одесную Бога. И вот это вот обетование, которое было дано еще в начале Библии и описано в Откровении Иоанна, оно сбудется в этот самый последний день, в этом и заключается спасение. Оно было очень дорогое ценное сделано, нужно было пролить кровь, потому что написано в Писании, что нет прощения греков без пролития крови, но у Исаии написано, что больше не хочет он принимать ни волов, ни быков, ни баранов, ничего, никакой жертвы уже грехи человечеству искупить невозможно. Поэтому нужна была жертва чистая, жертва без порока, и такой жертвой Бог решил, чтобы, если бы он принес жертву какого-нибудь другого человека, это было бы неправильно, почему он, а он принес жертву своего собственного сына, рожденного от женщины, как написано, и именно этот сын и принесет конец сатане. Вот в тот момент, фактически конец сатаны был в тот момент, когда Иисус воскрес. То есть он как человек умер, как человек он умер на кресте, и своей смертью он его фактически добил сатану. Будет еще какая-то последняя агония у него, мы читаем об этом в откровении, но это все, это конец. И сатана этого боялся, потому что он делал все, чтобы только этого не произошло. Но это произошло, потому что Бог, он властитель, он все равно свою программу исполнит, как бы кто-нибудь этому не сопротивлялся. Поэтому если человек спасен, вот именно рожден свыше, то есть кровью Иисуса Христа омыт полностью, и сердце его чистое, то сердце это, почему говорят, что Бог видит сердце, а не душу? Да, потому что душа наша все равно, она мечется между сердцем и плотью, она как-то там может где-то грешить, где-то может там что-то упустить, какую-то ошибку, допустить. Но сердца нет, сердце новое, сердце плотяное написано вместо каменного, именно вместо каменных скрижалей, то есть не на камне уже написаны эти десять заповедей будут, а на сердце у человека. Если человек спасен и рожден свыше, то есть у него есть эти заповеди на сердце, и его ген греха погашен действием антигена, ну так, на научном совершенно языке будем говорить, то он спасение потерять не может. Он может тут и там уклоняться куда-то, в сторону, вправо, влево, там вот уйти из церкви, например, но если он реально спасен, он не может до конца уйти в мир, он все равно где-то что-то будет его обличать, он все равно куда-нибудь навернется. Куда-нибудь навернется. Но если мы говорим, что вот как бы люди уходят от истин божьих, то тогда да, тогда вся церковь у нас и католическая, и православная, отчасти лютеранская, да, вы знаете, да, что лютеранскую церковь возглавляет сегодня женщина-епископ-лесбиянка, которая очень активно выступает за разрешение однополых браков в евангельской церкви, и, в общем, ничего там похожего с тезисами Мартина Лютера нет, конечно. Но, тем не менее, есть отклонения. Потеряли ли они свое спасение? Вряд ли они его потеряли, потому что, скорее всего, вряд ли они были спасены. Это просто уже люди такие, знаете, по привычке уже пришли к Богу. Как бы вот просто как все пришли, я пришел. И они там вот стали и добились каких-то своих чиновничьих церковных санов. И то же самое с Папой Римским, который говорит, что мы не имеем права осуждать гомосексуалистов, потому что если Бог его таким создал, то мы, чтобы его осуждать. Но мы точно знаем, что Бог не создавал никаких гомосексуалистов. Это просто выбор человека, это даже не болезнь, это просто выбор человека, который вот решил, что да, я буду спать с мальчиком или с девочкой. Это его личный выбор. То же самое, как Адам выбрал поесть плод запретный, то же самое, как Хам выбрал посмотреть на наготу отца своего, то же самое, как Каин выбрал убить своего брата, то же самое происходит и в этом мире. Да, как бы это выбор, то есть человек, как он выбрал грешить, так он может выбрать и не грешить, но сатана очень крепко держится за это дело и он показывает все больше и больше свои зубы сегодня, потому что он видит, что все, его время заканчивается. И поэтому он даже в церкви начал действовать. Да, вот Папа Римский уже, вот сейчас, вчера я опубликовал статью на сайте нашей церкви о том, что самая крупная, 2 миллиона человек в церкви в Германии, Евангельская церковь все признала официально однополые браки и будет венчать. Ну, в Европе, как бы, это очень тяжело этого не делать, потому что там это законом запрещено говорить о том, что гомосексуализм это плохо. Если, например, я здесь могу в Израиле свободно проповедовать на эту тему, что гомосексуализм это плохо, то в Европе меня за это могут посадить. И в Америке, кстати, тоже. Поэтому здесь вот в Израиле говорят, вот почему Евангельская церковь здесь не признана законом, здесь только 2 церкви признаны, это православное, католическое, нужно евангельскую тоже признать. Не надо ее признавать в Израиле, не нужно совершенно. Лучше пусть так остается, потому что, если в Ватикане разрешили венчать однополые браки, то, скорее всего, это произойдет и в Израиле. В Израиле просто однополые браки не считаются за брак, хотя можно получить свидетельство специально, вместо свидетельства о браке можно получить свидетельство о том, что они пара, и у них те же самые права будут, что и у мужа и жены, но они не будут официально мужем и женой. Но если это разрешат здесь, а это все к тому идет, что это разрешат вслед за Европой, то католическое, православное, ну, православное, не знаю, насколько, но, скорее всего, им придется это делать, потому что если это будет узаконено, то они будут обязаны венчать однополые браки, то вот две эти церкви будут венчать однополые браки. Я вам больше что скажу, в такой антибожеской религии, как ислам, уже сейчас появились официально имамы-гомосексуалисты, которые официально об этом заявляют. Если раньше за это вешали, да, там, на площадях в Иране, то сегодня все, имамы уже гомосексуалисты, все в порядке. То есть мы живем в последнее время, как раз все это проявляется, к сожалению. Поэтому не надо, чтобы разрешали здесь евангельскую церковь, узаконивали. Она есть, как бы, она есть, но не как церковь, а как общественная организация. И это хорошо, потому что если евангельская церковь в мире теперь начала уже венчать гомосексуальные браки, то здесь это будет просто катастрофа. Если в Израиле начнут гомосексуальные браки венчать, то вся святость этой земли вообще потеряется. Так что спасение, оно никуда от человека не девается. Бог может отойти в сторону и посмотреть, что на сердце у нас, да, на самом деле. Но все равно он не отдаст эту душу никогда. Он лучше у человека уничтожить физически и заберет душу себе для вечной жизни. Чем позволит плоти, одолеваемые плотскими всякими искушениями, как написано у Ятва, над этой душой опять взять власть обратно. Поэтому не потеряет человек свое спасение. Нет. Однозначно нет. Микрофон по ходу того, что вы говорили. У меня тут вопрос. Я просто вспомнила, что мне задавали. Вот по поводу капли крови на землю, да? Капля крови на землю упала, соответственно, земля должна была быть очищена от греха. Тем не менее, грех как продолжался, так и продолжался. То есть и до сих пор как бы есть естественно те люди, которые приходят к покаянию, приходят к Богу, да? В принципе, это было и до жертвы Иисуса. То есть они все равно шли за Иисусом, да? И после. То есть есть вот те, которые все-таки хотят, и есть точно так же. То есть вот эта капля крови, по сути, она же должна очищать. И если Иисус умер за каждого человека, за его болезненные грехи и проклятия. То есть как правило, его смерть уже это все. Но тем не менее, все автоматически не спаслись. И не спасутся. И все равно. И не спасутся. Написано в Откровении, что не все спасутся. Спасутся только те, кто должны спастись от начала, от создания мира. Вот кого Бог предизбрал, те спасутся. Другие не спасутся. Надежда за того, кого мы молимся, все-таки. Неизвестно. Может быть, да, может быть. У человека есть выбор. Но те, кто точно спасутся, Бог предугадал заранее. То есть мы знаем, он знает заранее, кто спасется. Поэтому мы не судимся, написано. Мы не судимся. Мы сразу идем вот туда, по правую сторону от Иисуса, стоять и наблюдать за судом. Мы не судимся. Еще задалось такой вопрос. Сейчас секунду. Прежде чем будет суд, написано, Евангелие будет проповедано по всем углам Вселенной. Чтобы не было ни одного человека, который бы не знал Евангелие. Потому что если Евангелие не будет проповедано там Васе из пятого подъезда, он придет к Богу и скажет, ну, мне никто ничего не говорил. И придет Святой Дух и скажет, ему не говорили. И тогда будут судиться те, кого Святой Дух к нему посылал, но они к нему не пошли. И опять же не на смерть будут судить. Но им скажут, вот только за то, что он теперь поверил, он войдет в царствие. Потому что как тот разбойник в последний момент. Но после смерти уже ничего изменить будет нельзя. То есть суд будет проходить не только над мертвыми, но и над живыми. когда будет вознесение, когда мы будем уже в царстве, параллельно с нами будут еще жить люди, которые туда попадут в царствие Божие не только люди, которые уже умерли, а и те, которые еще живы. То есть мы уже не будем не жениться, если мы уже будем умершими в этом времени, да, получим там новое тело, мы уже не будем ни жениться, ни разводиться, ни рожать детей. Но с нами рядом будут жить люди, которые будут жениться, рожать детей, разводиться не будут, жениться, рожать детей. И вот эти дети, как раз, которые от них родятся, они будут соблазнены с этого для битвы последнего времени. Дети, которые умерли, не слышали о Евангелии, это дети, которые не были в этом миру. Их плоть грешна, а души их чисты. Так говорит Библия. Дети, которые умерли, именно дети, то есть дети в неосознанном возрасте, до 13 лет, те, кто умерли и не слышали Евангелия, они все, души их спасены. Тела нет, конечно. Ну да, это опять же, я не гарантирую, что до 13, но если внимательно изучать Библию, то эти примерно 13. Потому что 13 лет считаются уже достаточно осознанным возрастом. Души их спасены по-любому, потому что до, я же не помню какого возраста, но опять же, библейского возраста, не календарного, календарный возраст отличается от библейского. Дети, они не наши. Просто есть такое теологическое учение у детих, кстати, что мы просто родители являемся временными попечителями детей. Они нам даны, мы считаем, что они наши, но они не наши. Они до определенного срока, когда Бог захочет, они являются детьми нашими, он нам их доверяет, но в душу их вкладывает, что мы являемся для них наместниками Бога. То есть они к Богу прийти не могут, потому что они не осознают этого, поэтому они в возрасте неосознанном. Они к Богу прийти сами не могут, но Бог как бы вкладывает им в душу, в сердце вернее, что мы являемся для них наместниками Бога. Вот мы для них Бог, и они обязаны нам нашим повелением как Божьим следовать. Но для этого и мы должны быть, соответственно, чтобы учить других ходить по путям истинным, нужно самим там и ходить. поэтому нужно жить по Слову Божьему для того, чтобы детей правильно воспитывать. Так вот, иногда, вот смотрите, даже развод, когда происходит развод между детьми, развод между родителями, дети реагируют на это таким образом, опрашивали кучу детей, там в исследовании 250 тысяч детей принимали участие. Их спрашивали, а как ты считаешь, почему мама и папа развелись? Они говорят, это потому, что я вот там что-то не сделал, или я вот что-то украл, или я что-то. Они всегда обвиняют себя в том, что Бог себя плохо чувствует, что родители себя плохо чувствуют. Поэтому вот это вот настолько детям Бог вложил в душу, что мы, вот как он заботится о нас, так и мы заботимся о детях. И со временем это как бы прекращает свое действие, как программа, она запущена на определенное время. Потом ребенок должен осознать, что тут. Поэтому в евангельских церквях есть такой, так называемый детское или подростковое служение, где людям, где детям с определенного возраста, обычно с 6-7 лет, начинают уже не просто читать Библию в картинках, а передавать им мысль. Для этого есть специальное обучение, как с точки зрения психологии, не давя на ребенка там всякими, вот там, если ты не покрестишься, тебе черти ночью придут, там и так далее. Там есть специальные методики, как работать. Я брал курс в прошлом году, как работать именно с подростками от 12 до 18 лет в плане привлечения их к... потому что, например, многие люди заблуждаются и думают, что мы должны продавать Евангелие. Нет. Евангелие – это то, что человек принимает верой, а мы должны продать интерес. И вот такие инструктора в молодежных служениях, они являются вот именно очень хорошими продавцами интереса. Они умеют мастерски продать детям и подросткам интерес изучать Слово Божье. Да, то есть, они умеют так рассказать о том, почему вот нужно открыть Библию и посмотреть там ответ на какой-то вопрос, что вот у многих этого не получается. А у них это дар, кстати. Это можно научиться, но именно воплотить это в жизни – это дар. И один из вот таких даров – это продать, мастерски продать детям интерес к Евангелию. Взрослому, вот мне, например, продать интерес взрослому гораздо проще, чем ребенку. Потому что взрослый, у меня с ним одна психология. Мы с ним пришли из одного и того же мира, мы знаем об одних и тех же грехах. Просто я это считаю уже за грех, а он пока еще нет. Но это не значит, что пока его не считают, этого греха нет, он есть. И я могу ему продать интерес. Хороший я продавец или плохой, будем считать по количеству покаявшихся. Но я не спасаю людей, я просто продаю интерес. Моя задача продать человеку интерес послушать слово. Если я продал, как мне в свое время продали интерес послушать слово, мне продали, мне не продавали слово, мне не продавали евангелие не продавали библии продавали спасением отличие от католической церкви до продажи индульгенции мне продали интерес мне так захотелось послушать слов вот так вот мне 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 не говоря ни одной цитаты из библии продали мастерский интерес послушать слова я пришел вы послушали все и у меня пазл сложился вот уже самое должны делать мы мы должны продавать людям интерес но не за деньги да мы же не за деньги продаем мы продаем его за за веру то есть наша вера укрепляется тем что еще одному человеку мы продали интерес потому что если мы просто с людьми разговариваем о евангелии и они после этого ничего не происходит значит мы можем обвинить 2 2 сущности себя но уж мы плохо продали интерес до этого а второй то бога на что чуть я ему рассказала бог его не спас на на самом деле у бога своя программа мы не можем в нее вмешиваться мы не можем рассчитывать на то что если мы кому-то рассказали евангелие он сразу спасется так не бывает но мы можем знать точно что наше мастерство сегодня это продажа евангелия продажа интереса слушать евангелие именно интереса если вот вы кому-то сказали что-то и он сказал слушай я хочу послушать про твоего бога я хочу послушать про твоего иисуса Продажа состоялась. Продажа состоялась в этот момент. И ваша награда будет, укрепление вашей веры в том, что Святой Дух через вас действует. И ваша награда будет в том, что вы сели и поговорили с человеком об Иисусе, и ему это запало в сердце. Когда это зерно прорастет, мы не знаем. Может быть через год, может быть через день, может через секунду. Это от Бога уже зависит, не от нас. Но мы знаем, что наша продажа состоялась. А вот он сказал, да, хочу послушать слово, хочу услышать больше об Иисусе. Дай мне фильм Иисус посмотреть. Все, у вас сложилась сделка, сделка состоялась. Но вот это вот тонкая грань между путать тем, чтобы продать интерес и продать Евангелие. Мы не продаем Евангелие. Евангелие – это благая весть о спасении. И Евангелие – это не написанные в книге Нового Завета, нет. Евангелие – это благая весть о спасении. Вот это человек должен услышать, читая Слово Божие или увидеть. А мы продаем не Евангелие, а интерес его послушать. Это, кстати, классная продажа Евангелия была описана в Деяниях, когда Филипп, Дух Святой, перекинул Филиппа на дорогу из Газы. Там ехал Евнух и Фиоп, читая вслух главу Исаии 53. И Филипп ему мастерски продал интерес послушать Евангелие. Просто высший пилотаж продажи был. Он спросил ему, а понимаешь ли ты, что читаешь? Классный вопрос просто. Я очень часто пользуюсь им в своих продажах, когда продаю товары в своем бизнесе или услуге. Я говорю, а понимаешь ли ты, о чем читаешь? Вот Филипп его тоже спросил. И он говорит, вот кто объяснил бы мне, тогда бы я понял. А так интересно, в принципе. Все, он продал ему интерес послушать. Он подсел к нему в эту карету, рассказал ему. И что произошло дальше? Дальше Бог прорастил это зерно в секунду. Он сказал, что мешает мне креститься? Он говорит, ничего, вот лужа, давай креститься. Окунул его в лужу. Тот нырнул, всплыл, а Филиппа уже нет. Его дух перенес в другое место. Вот так происходит продажа интереса. И вот это вот высший пилотаж. Филипп это высший пилотаж. Так, я слышал спадать только крещение. Все, кто не крещены, будут спасены. Смотрите, опять же про крещение. Крещение. Крещение это один из обрядов, который христианская церковь унаследовала от иудеев. Это старый, старый, старый иудейский обряд. Называется он омовение или микве, как ее здесь называют. Когда человек приходит и раз в год. Ну, здесь вообще считается, что Бог грехи прощает раз в год. Раз в год пришел, покаялся, там грехи себе прощены, можно грешить заново. Выкинул нусорное ведро и опять можно наполнять. Так вот, это вот старый такой иудейский обряд, когда приходили на реку, да, нужно было полностью раздеться и окунуться полностью в воду. Вот как хоронят человека здесь в Израиле в землю полностью раздетым, да, то есть никакой одежды, никаких костюмов на него не одевают, гробов нет. Вот как пришел в этот мир, так и уйдешь. Так и написано в книге. И вот его, вот это погружение в воду полностью, есть как бы обряд погребения. То есть мы погребаем старого человека своего, чтобы родился новый человек. Поэтому, собственно, Иисус и спросил у Никодима, ты ли, учитель Израиля, спрашиваешь меня, что такое рождение свыше? Это именно вот это и есть. Тогда это было очень, вот в те времена Ивана Крестителя, и он, и сам Иоанн об этом говорил, и многие другие, что покайтесь. И вот это покаяние, а потом погружение, это был обряд миквы или омовень. Откуда пошла традиция с потопа? Бог омыл землю от греха потопом, водой. Так вот, это было обязательной, будем так говорить, обязательной традицией перед входом в храм. Перед каждым праздником человек должен был омыться. И Иисус пришел к Ивану и говорит ему, Иван говорит ему, это не я тебя, а ты меня крестить должен. А тот говорит, нет, ты меня будешь крестить, потому что так мы должны исполнить всякую правду. Ты крестить, и ты должен меня крестить. Ты пророк, ты должен меня крестить. Причем крестить мог не каждый. Мог крестить только либо священник, либо пророк. Поэтому Иван крестился, и к нему шли. То есть, если бы он просто там, знаете, какой-нибудь там юродивый встал, в этом сказал там, причем юродивый самозванец, да, не юродивый вообще на самом деле, это, ну, будем так, полусвятой человек. Но если бы ты пришел, какой-нибудь самозванец, сказал, я вот сейчас буду вас крестить. Никто бы не пришел. Кто ты? Кто ты, чтобы ты нас крестил? Почему мы должны перед тобой каяться, и чтобы ты нас омывал? А пророк – это не человек, который пророчествует, что будет. Пророк – это человек, который имеет взаимоотношения с Богом. Это пророк. И если ты имеешь взаимоотношения с Богом, да, ты можешь нас крестить. То же самое примерно имеет такие взаимоотношения, имеет первосвященник. Но первосвященник сам никого не крестил, потому что он должен оставаться в святости, он не может с грешниками общаться. Так вот, крещение – это один из обрядов, который проходит человек, который принимает Иисуса как Господа своего и Спасителя. О том, что будут ли спасены или не будут спасены, не знаю. Люди, которые, например, в больницах перед смертью принимают Иисуса, и их никто никуда не в такую ванну не макал и душем не поливал, они спасены, потому что это не является обязательным условием того, что человек спасен или нет. Но если человек в состоянии принять водное крещение, то он может его принять, да, это как бы будет символично для погребения человека старого и рождения человека нового. А крещение должно быть добровольным, то есть оно должно быть совершено по доброй воле человека. Макание в тазик в церкови на восьмой день не является крещением, это просто обряд издевательства над ребенком, и не более того. Просто этим вот актом заменили акт обрезания, потому что в 325 году нашей эры на Никейском соборе епископы постановили, что все, что связано с иудаизмом, предано анафеме. Отсюда мы празднуем не субботу, а воскресенье, не обрезание, а крещение, не праздник шевод или дарование Торы, а праздник Пятидесятницы, ну и так далее. То есть 300, по-моему, с чем-то там было пунктов в этом списке анафеми, в том числе обрезание. То есть если даже человек еврей, он не мог делать своему сыну обрезание, он был предан анафеме, то есть искоренению, отлучению от церкви и так далее, если он не помакал своего ребенка на восьмой день в тазик в церкви. Это не крещение. Все, что угодно, только не крещение. Крещение – это когда человек приходит, кается в своих грехах, погребает себя под водой, именно в определенном контексте это все делается. Не просто там макнулся в бассейн, поплавал там 50 метров сюда, 50 метров обратно, и вот тебе крещение. Нет, это должно быть покаяние, это должно быть провозглашение устами своими принятия Иисусом, и это делается один раз в жизни. Невозможно каждый год приходить, каяться и получать новую жизнь. Нет, это делается один раз в жизни. Макаться каждый год в проруби – это не крещение тоже, это так, баловство. Омовение, как прощение грехов только один раз. Да, Гузель, ты хотела что-то сказать. Да, честно говоря, я в восторге от того, что вы так это прям коммерчески объяснили, как нужно проповедовать Евангелие. Первый раз такое слышал. Ну, еще раз, продажа Евангелия и продажа интереса. Мы не продаем Евангелие. Мы не продаем Евангелие, это даже не товар, это результат. Мы продаем интерес. Кстати, его можно не продавать устами своей, можно продавать жизнью своей. Лучше опробовать Евангелие – это своя жизнь. Вот если человек, глядя на нас, говорит, слушай, я хочу послушать, почему у тебя в жизни так все круто, сделка состоялась, вы продали, вы продали интерес. Как вы расскажете Евангелие, заикаясь, запинаясь, подсматривая в Библию, читая шпаргалку, не имеет значения. Дальше работа Бога. Он должен просто слышать Слово Божье, написано, вера, она от слышания Слова Божьего. Он должен слышать Слово Божье и принимать. Если он слышит, но не принимает, нету спасения, ну нету покаяния. Если он принимает, но только выборочно, то есть он часть слышит, часть не слышит, тоже нету покаяния. Если он все слышит и все принимает на веру, тогда да, тогда есть спасение, тогда Бог делает чудеса в жизни людей. Наркоманов за секунды делает здоровыми людьми, даже без следов уколов на руках. Видел собственными глазами таких людей. Еще задается такой вопрос. То есть обычно спрашиваешь, ты веришь, что ты спасен? Кто-то говорит, да, да, я спасен. То есть, ну да, это одна категория, да? И задается вопрос такой, от чего? Как от чего, да? От смерти. И тут задается такой же вопрос, что как бы вот, ну а что, смерти никто не видел там, никто не это, чем ты докажешь? Вот такой есть готовый ответ, например? Конечно, каждому по-разному. Есть. Есть ответ. Вот ты, у тебя есть счет в банке? Есть. У тебя есть депозит в банке какой-нибудь? Ты откладываешь какие-нибудь деньги? Да. А зачем ты это делаешь? Ну, пусть пригодятся. Не авось, а пригодятся. Когда? Ну, когда понадобится, когда захочу что-то. Например, когда это может понадобиться? Что за вопрос? Ну, когда надо, будет что-то купить. Через час там, когда? Нет, ну, там, через год, например. Несмотря на сколько там положишь, да? Круто, да. А кто был, вот, кто вернулся оттуда и рассказал, что уже через год мы вообще еще будем живы? Хороший вопрос. Ну, да, да, да. То есть, человек не докажет. Кто вернулся из завтра и рассказал тебе, что завтра настанет? Ты же веришь, что настанет завтра? Ну, по сути, когда человек, да, я согласна, я согласна. То есть, да. И, ну, как бы здесь на Земле можно понять, что там, допустим, если моя бабушка прожила там до 90 лет, соответственно, вполне возможно, что я тоже проживу столько же, да? Ну, вот как бы, да. То есть, жизнь на Земле вот такая-то. А вот именно, что как-то... Сегодня, вот сегодня утром примерно 10% населения Земли утром не проснулись. А они вчера строили планы на сегодняшний день. Они строили планы на сегодняшний день, но 10% населения Земли сегодня утром не проснулись. И не проснуться больше никогда. Люди говорят, ну, как же, разбойник тот покаялся в последнюю минуту, да, но у него условия были другие. Мы с вами не те разбойники. Бессмысленно ожидать. Я вот, я сейчас погрешу, 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 а когда уже буду умирать, тогда покаюсь. Смерть может наступить мгновенно, а после смерти бесполезно, чтобы даже за тебя родственники молились. Многие там ходят в церковь, там, свечку, зло, покой, там, там, помилуй, Господи, душу усопшего, там, поздно. Да, поздно. После смерти ничего изменить нельзя. Изменить можно только при физической жизни на Земле. После смерти все, принято. Дальше только суд. Просто вот не раз я слышала, когда вот начинаешь говорить, да, в основном, и кто-то слушает просто молча, кто-то начинает спорить и говорит, что, ну, после смерти все идут в одно место, и, а Библию вообще все равно в любом случае это написал человек, а не сам Бог, потому что как же Бог будет писать? И если говорить, что Богом кому-то что-то говорилось, да, допустим, какому-то апостолу и он писал, то есть даже в это веры нет, хотя, по сути, уже есть доказать, что действительно жил такой человек, действительно как он жил, что это именно он написал из своего там жестейского опыта и веры в Библию. Но человек даже в это не верит. И вот что хочу сказать. Это подтверждает то, что Бог предопределил, кто будет способен. Но опять же, наша задача, что сделать? Наша задача – проповедовать Евангелие. Остальное все Бог сам разберется. Да-да, нет. Ну, опять же, мы должны жить по Слову Божию. Если мы говорим одно, а делаем другое, вряд ли у нас что-нибудь получится. Ну да. Проповедим. Еще такой вопрос интересный. Ну, так скажем, в современном мире вот его так не задали. То есть вот именно истязание Иисуса перед тем, как его распять. То есть вот этот весь путь его, именно избивание плетками. Я сейчас прям вспомнила. То есть вот эти плетки и все такое. То есть это предназначено было именно Богом, или это просто игрушки римлян, которые тем самым они же занимались? Это часть казни. На кресте, смотри. Человек привыкает к боли. Окей? Он привыкает к боли, в конце концов, и повесит человека на крест. Просто вбив ему руки. Все равно он не висит же на костях. Его привязывают. Потому что иначе он может просто вот взять вот так вот вынуть как бы гвоздь. У него же шляпка есть. Ну да, он себе поуродует руку. Но он снимется с креста и уйдет. Люди могут претерпеть боль. Поэтому его привязывают еще в дополнение ко всему. И так человек может провести сутками. Если ему пить давать в этот момент, он не умрет уже очень долго. Потому что человек привыкает к боли. И непоказательно. Непоказательно. Римляне были очень жестокие в этом плане. Поэтому одна из, один из этапов казни на кресте это было вот избиение плетьми. Причем эти плетни были, у них четыре конца таких были расплетаны в конце. И на них были, как, ну если видели, такие кошки называются. Это стержень, у которого в четыре или в три конца отходят крюки металлические. Это называется кошка. Вот такими мелкими кошками были привязаны эти концы. И с определенного расстояния, когда вот эта вот плетка идет вперед и назад, она цепляет кожу и сдирает ее просто. И это была часть сказни. Нужно было сделать так, чтобы человек был весь истерзанный. Чтобы у него была большая кровопотеря. Чтобы у него все болело. Тем более на солнце все это происходило. Не забывайте, да, в Средиземноморье. Здесь все очень жарко. Тем более это было в Пасху. Это было почти уже, я думаю, апрель где-то примерно. Здесь уже достаточно жарко. Вот те, кто был в Израиле, я не знаю. И нужно было, чтобы это было... Чтобы, во-первых, сама подготовка была показательна. Казни все тогда были публичные. Тогда никого там в комнате не запирали и не расстреливали, как сейчас. Сейчас тогда все было публично. Люди должны были видеть страдания. Они должны были видеть, что... И бояться. Видеть страдания и бояться. И вот они публично все это производили. И потом клали человеку на плечи вот это вот бревно, которое называется крест. И ему заставляли идти... В какое-то место, где этот крест должен был быть поставлен, и человек должен был там быть распят. После этого его клали на этот крест, уже привязанного, да? Он до этого был привязан к бревну. И вбивали ему руки, соответственно, вот сюда в запястье. Иногда в ладони. Мы не знаем точно, куда были вбиты гвозди Иисуса. Но либо сюда, либо сюда, в другого места нет. Потому что сюда вряд ли. Очень-очень просто можно было освободиться. Скорее всего, вот в эти места. И через пяточную кость, нога на ногу вот так вот ставилась, через пяточную кость вбивалась в такую... Ну, как... Такая ступенечка такая, да? Чтобы... Человек должен был мучиться на кресте, мы не забываем, да? Когда он висит, ему тяжело дышать. Поэтому он должен был... Чтобы вдохнуть, он должен был отплокнуться ногами, выпрямить грудь и сделать вдох для этого. Поэтому должна была ступенечка, да? Чтобы было удобнее к ней прибивать. И эта смерть была очень мучительная и долгая. Люди, если это не евреи, они висели там очень долго на этом кресте. Там порядка суток. И им не давали пить. Люди смачивали уксусом, потому что должно было быть очень больно и неприятно. И вот так вот человек умирал. Медленно и очень мучительно. Они причем на виду у всех на солнце, на палящем, вот на этом мухе там, представляете себе, да? И это часть казни просто. Такая была казнь на кресте. Казнили так только разбойников-заговорщиков и преступников против власти. Причем это была казнь не для высшего сословия. Это самая позорная казнь была. Высшее сословие казнили просто отрубанием головы. Так казнили Павла. Но он был римлян. Да, он был гражданином Рима. Нет, Иисус тоже был, скорее всего, гражданином Рима, но он не был им по бумагам. Потому что если бы он был гражданином Рима, его бы так не казнили. Он был гражданином Римской империи, но не был гражданином Рима. Это разные юридические понятия просто. Тогда все, кто жили на этой территории, были гражданинами Римской империи, но не все были гражданинами Рима. Так это называлось, гражданин Рима. Его судить на смерть мог только Цезарь, его никто другой на смерть судить не мог. Хотя по сути, где Рим, где Израиль, может быть разные. Что тут? Через море, двое суток на корабле. Ну, двое суток это достаточно нормальное расстояние. Ну, по тем временам, двое суток. А, ну, сейчас. И вот что хочу сказать еще по поводу змея, как он скушает. В принципе, вот, что нам бояться христианам, в принципе, змей же нас скушает сейчас не меньше. И вот те... Больше. Больше, да. И даже кому больше дано, кто больше знает Писание, к тому больше дьяволы подкатывает со своими вот этими откровениями. Когда у нас глаза открываются именно на то, на что, в принципе, и не следовало бы, откуда вот и пошло. Всякие вот эти лжеучения, которые именно отклоняют от спасения. То есть церковь иногда больше ценится тем, что у них больше мертвые воскрешают, да? Или там больше исцеления у них. Вот наши церкви там мертвые там. Вот у нас в зубах золото появляется. Вот у нас там сверхъестественно то-то. То-то. То есть человек, казалось бы, читает Писание, ну, рождённость выше, но почему-то вот взгляд не туда падает что-либо. Именно искушается, вроде бы как читаем одно Писание, но имеем откровения об этом разные. И ищем больше чудес, но не спасений. То есть даже если у тебя, например, появляется много золота во рту, ну, вот есть такое, да? Или там, например, много, которые там в нашей церкви, там, изгнание из себя там нечистого духа, там, ну, сами из себя там они изгоняют. Есть такое учение в церквах. То есть задаешься вопросом, да, есть у вас в церквах такие чудеса, опять же такие идёт, это ведёт вас к спасению или нет? То есть в последнее время, вполне возможно, сейчас уже действительно в последнее время, когда мы совсем ищем каких-то чудес и совсем забываем вообще во что мы верим, для чего мы верим и для чего мы должны рассказывать Евангелие. Потому что Евангелие многие рассказывают, что вот идём к нам в церковь, у нас вот такие-то чудеса. И все ведутся именно не на то, что им хочется спастись, спастись от смерти в аду, да, вот именно. Чего должны мы бояться все и к чему мы должны стремиться, это попасть на небеса к Иисусу. А больше там именно Паткина чудеса. О, ты знаешь, у них там в этой церкви много воскрешений из мёртвых. О, я тоже туда хочу. То есть вот это вот является вот такой вот продажей, да, какой-то с Филиппом. То есть я считаю, что лично моё мнение, я считаю, что это немножко неправильно. Я думаю, что нет. Это сродни вот православной традиции. Если у меня болит справа, я вот к этой иконе должен свечку поставить. Если слева, то к этой иконе. Если голова болит, то вот к этой матрёне там, а к этой матрёне, если нога болит. Вот примерно то же самое. Я не думаю, что это... Ну, то есть смотрите, как бы дары какого духа, ну, по части исцеления, и тогда написано, что мы можем исцелять больных, там воскрешать мёртвых, грехи прощать. Это церкви дано. Но это не значит, что если в этой церкви это происходит, то она церковь Божья на самом деле. Потому что единого Бога веришь, написано, хорошо делаешь. Единого Бога веришь, хорошо делаешь, но и бесы верят, и трепещут. Все знают. Даже сатана знает, что Бог один, другого нет. Но тем не менее. Сатана... Вот простой вам такой мирской пример этого, да, доктор Фауст Гёте. Вот человек продал свою душу дьяволу и получил от него всё хорошее. Ну, момента, пока это всё хорошее в один день не закончилось. Когда дьяволу мы перестаём быть нужны, мы всё теряем. Мы всё теряем. Потому что дьявол, он нас использует, а Бог, он хочет нас спасти. Сатана чудеса делает, да, и будет делать. И чем ближе к последнему времени, тем больше будет чудес. Написано в Писании, да, что чудеса делает Астана. Чудеса знамения творит. Совершенно верно. Показатель верный. Верим в чудеса, то верим, но вопрос, они от кого идут. Да, нужно знать, откуда чудеса, да. То есть, смотрите, если человек, например, пророчествует. Написано, что нужно молиться о даре пророчества, потому что пророчество, ещё раз говорю, это не вот там ты будешь там великий, могучий, там исламный. Пророчество – это иметь взаимоотношение с Богом. Вот почему пророки назывались пророком, потому что они разговаривали с Богом, Бог разговаривал с ними. Он им непосредственно давал указания, не какими-то там притчами, не какими-то там книгами через святых, там и так далее. Нет, он им напрямую говорил, пойди делай, а тот пророк и он. Встань и проповедуй в Генею. Иногда говорит странные вещи, но говорит, что делать конкретно. И смиряет, и исцеляет, и так далее. Некоторых забирает живьём, как то Илья, например. Так вот, я думаю, что в данном случае пророчества, которые даны вам без всякой, ну будем говорить так, без всякой поддержки Слова Божьего, мы не должны воспринимать буквально, как дары Святого Духа. Это очень такое, опять же, я беру 100% ответственность за то, что я сейчас говорю, потому что те, кто обладают даром пророчества, и у меня есть среди моих друзей, учителей, знакомых, люди, которые обладают даром пророчества, именно от Бога. Но они знают, что я имею в виду, когда я это говорю. Но я говорю это сейчас, потому что это записывается и прямой эфир. Нужно быть очень осторожным в этом плане. Да, один из даров Святого Духа – это дар пророчества. Но пророчество должно опираться на Слово Божие. Если пророчество не опирается на Слово Божие, это пророчество не от Бога. Это написано, кстати, в Библии. Это написано в Библии. Об этом говорил Бог Моисею, как отличить и пророка от лжепророка. И в двух словах он говорит, что то, что основано на моем слове, это пророчество от Бога. И оно сбывается и очень быстро. И так узнаете, что это произошло. Не все сбудется быстро. Например, пророчество пророка Даниила сбылось через, если я не ошибаюсь, через полторы тысячи лет после него. Пророчество Даниила. Нет, не полторы. Ну, неважно. Через очень-очень много лет. Короче, ни одно поколение умерло за это время. Но оно сбылось, это пророчество. А сколько пророчеств сбылось во время его жизни. Поэтому его называли пророком. Сам он себя пророком не называл. Хотя Бог с ним разговаривал напрямую. Вот другие, например, говорили, что они пророки. Потому что Бог им так сказал. Пойди и скажи, что ты пророк. Даниилу Бог не говорил, что он пророк. Но все его называли пророком, потому что он умел разговаривать с Богом напрямую. Вот это дар пророчества. Когда человек разговаривает с Богом напрямую и по слову Божьему пророчествует. То есть ему Бог говорит, пойди и скажи, пойди в Неневию и скажи, что если не покаяться, то через 40 дней кирдык Неневии. Тот пришел и сказал, вам кирдык через 40 дней, если не покаетесь. А Бог ему и так сказал сказать. Он ему сказал сначала, скажи, если не покаетесь, тогда кирдык. А он наоборот сказал. Но тем не менее, Бог остался верен своим словам. Они покаялись, кирдык не пришел. А благодаря тому, что Иона сказал сначала кирдык, то он сказал, что ты его не разрушил, Неневию. Ты же сказал, что разрушишь. Он сказал, нет, если не покаяться, тогда разрушим. Вот это называется пророк. И поэтому пророчества, даже как и другие чудеса, которые нам дает Святой Дух, это другие дары, они должны быть связаны со Словом Божьим. Написано, послал Сим 12, да, про откаженных истерять, грехи прощать, их мертвых воскрешать. И даром получили, даром давайте. И если в церкви приходит человек, вот у нас был один из проповедников, пастор, имеющий очень мощный пророческий дар. Но он пророческий не потому, что он сидит и пророчествует, там ты будешь такой, сякой, пятый, двадцатый. Он мне тоже пророчествует, у меня есть запись. Он сказал, я не пророчествую без записи, записывайте меня на телефон. Я по-другому пророчествовать вам не буду. У меня есть запись. И я вижу, это пророчество сбывается прямо сейчас. Вот прямо сейчас сбывается это пророчество, вот в эти дни. И многие думают, ой, нет, что-то он такое прямо говорит. А иногда Бог говорит очень очевидные вещи, очень очевидные вещи. А мы хотим что-то сверхъестественного. Если это не сверхъестественное, это не пророчество. А он говорит, очевидные вещи. Вот они. Они сейчас в твоей жизни происходят, слава Богу. А ты хочешь что-то сверхъестественного. и он показывал чудеса и на мне тоже у меня сейчас как бы я пожинаю плоды этих чудес но но это к лучшему я знаю почему у меня одна нога почему-то было короче другой на пару сантиметров не только у меня выяснилось и она прямо в промых выровнял прямо там на месте я перехожу по другому положение тела и изменилось и у меня болит спина потому что я раньше привык ходить по одному сейчас я хожу как бы по-другому спина болит она пройдет а до этого у меня болела нога потому что она у меня было короче сейчас нога не болит то есть все все происходит у нас есть один брат у которого после какой-то травмы я уже не помню какой у него реально одна рука короче другой был а причем видно там на пол ладони короче прямо на глазах уж называются изумленные публики просто он всякий суд а ничего не делал с ним не на ухлами накладываем у него руку ничего убили сядьте сюда причем он его сразу вызвал так из зала говорит он если я бы может быть подумал что фокус какой-нибудь ну мы же умные люди мы же образованные дома он наверно с ним заранее договорился нет если он не заранее с ним договориться что он приехал с опозданием из-за пробок потому что служение уже началось а он пришел и он ни с кем не успел поговорить до момента когда он его пригласили на как он даже с пастором не успел поздороваться и вот он вызывает этого брата и говорит вот у вас проблема с руками да он говорит да у меня одна рука короче сюда садитесь он посадил его вот он будет так вытяните руки все видели что одна у вас рука короче другой и он так вытянул то у того то встал напротив него и господь спасибо тебе за чудеса и стили брата нашего вот на глазах у людей у него одинаковые длины и и он сказал да мы должны проявлять чудеса господне среди людей должны проявлять только если у вас реально это есть да потому что если вы не по слову божьему исцеляете то вряд ли когда-нибудь получите вот это будет господи господи я никогда не знаю поэтому с одной стороны для других какое-то подкрепление что все-таки господь живой и казалось бы рука или нога ваша она не имеет отношения все равно пойдете там допустим на небеса и будете верить даже с такой рукой но тем не менее господь все равно проявляет для нас вот такие мелкие приятные вещи написано победили они кровью аганцы словом свидетельство своего пишет людмила я была на смертном андрею в богов исцелилась и живу до сих пор бог восстановил мое здоровье за пять лет без помощи врачей без лекарства веры я поднялась аминь вот свидетельство а у нас было свидетельство здесь мы я уже рассказывал наш посторонний возглавляет большую по фирму по медицинскому туризму сюда приезжают люди из разных стран приехал женщина умирать есть делали как это сказать коты ну компьютерную томографию и выезд выявили там не будет какой-то арактор который неизлечим и ели через вечеринчик получалось операция там еще чего-то она уже вызвала своих детей сюда и говорит все я заканчиваю свое лечение забирайте мне отсюда я иду домой умирать они сказали нет мы продадим квартиру там все это и поговорила на бизнес бизнес вумом так мощная она говорит ничего подобным причине продать уж я у вас на здесь без ничего никто ничего не продает все я вот и все и последний день своего пребывания здесь она попросила нашего у нас как бы у него вся фирма верующие и один из родителей который сопровождал тоже верующий попросил ты зимня в вирусалим я хочу помолиться у стены плача везли вирусалим на коляске коляске она уже ходить не могла отвезли вирус помолилась возле стены плача потом они пошли в храм гроба господня зашли в кавуклю туда и он говорит ты знаешь что на гадаган бог на мы исцеляет он говорит а ты веришь в это и она как я верю и он как ягод положил ее на руки на плечи и выгод вместе молились за то чтобы господь ее исцелил я уехала приезжая через полгода на обследование своими ногами на компьютерную томографию повторную через полгода хотя и сказали что она скорее всего умрет в то время и компьютерная томография показывает что в ее организме нет никаких следов рака вот такие чудеса делает господь но она сейчас господом на верующий она и тогда была верующей вот такие чудеса делает господь вот в этом как бы проявляется его слова и в этом проявляется его пророчество и вот я считаю что пророчество в данном случае дар пророчества проявился вот у олега им там вот в этой кавукле когда он получил слово знание что нужно молиться за нее в этот момент именно там это могло произойти в больничной палате кстати он получил такое же слово знание но это произошло именно там иногда людям нужно поменять место на какое-то которое ассоциируется у них с богом чтобы получить вот такой стерео иногда бог просто нас ведет в такие места в которых но не знаю другой бы посмеялся есть люди которые получают истинные исцеления иногда просто в местах которые найти вот когда ходишь по нашему южному теравиву где одни наркоманы алкоголики там смотришь на них они под кайфом и и и вот в этом вот во всем вот этой вот грязи и вот во всем немощном этом вдруг появляется служитель который подсаживается рядом с наркоманом который более-менее адекватен на выходе из своего кайфа и с ним разговаривает и тут кается и на следующий день абсолютно другой человек бог написано бог избрал немощная мира сего чтобы посрамить сильное поэтому вот эти вот дары они да они действительно а вот кстати пастор молодежный санкт-петербурга у нас гостя воронцов он приехал сюда тоже с каким-то там жутким раком ни с того ни с сего и и молились мы здесь и танцы и почему-то для лечения его стоило очень дорого и сверхъестественным путем появлялись деньги и все оплачивалось здесь потому что реально такое лечение те лекарства которые ему нужно было колоть они стоили просто баснословных денег этого несколько зарплат от януков и сверхъестественным путем появлялись деньги им присылали из питера и все год вот он лечился все них не следов рака слава богу абсолютно здоровый человек от этого от этих рака от этих вот сарком вот такого вот и плана люди практически никто не вылечивается очень очень мало но малая вероятность вы излечения поэтому нужно просто бы принимать дары именно вот по слову божьему бог не сказал молиться за больных бог сказал молиться за здоровье просить выздоровления нигде не написано что нужно молиться за больных нигде не написано что нужно молиться за сирот нигде не написано что нужно молиться за бездомных и немощных написано что нужно молиться за избавление то есть просить у бога избавить кого-то от чего-то и бог по по слову нашему во имя иисуса христа это сделать вот это называется пророчество и даривай дары по и по по слову божьему потому что бог нигде не сказал что нужно давайте помолимся за сирот чего за них молиться-то за их сиротство нужно молиться что нет нужно молиться то чтобы они обрели дом обрели теплую семью обрели там я не знаю что еще какие-то блага чтобы они знали что у них есть отец на небесах который о них заботится об этом надо молиться они 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 а сиротах молиться и не они мощных надо молиться и не о больных об исцелении об избавлении защите о справедливости вот это будет как раз пророчества и дары и чудеса по слову божьему тебя микрофон выключен ясно ну хорошо тогда если вопросов больше нет вот и людмила подтверждает нам если вопросов больше нет тогда на сегодня мы закончим и ждем вас следующую пятницу мы следующую пятницу хотели говорить о том есть ли у бога имена до очень интересный т whole учение что у бога есть имена у него есть имя такое имя такое имя такое вот поговорим если у бога имена следующий вопрос у вас есть сайт наберите в гугле беседы о библии и зайдите на мой сайт оставьте вопросы мы обязательно их на них ответить все господь пусть обильно вас благословит ваше присутствие за ваше участие за ваше служение богу и служите людям тем самым вы служите богу тем самым служить людям пусть господь обильно благословит вас и пусть ваш день сегодня будет самым лучшим из тех которые просто до сегодняшнего дня и помолитесь за избавление молитесь за исцеление и господь ответит на ваши молитвы так написано в его слове все всем спасибо и будьте благословен пока